Будни главы муниципального образования всегда расписаны от и до. При этом человек, занимающий такую должность, должен разбираться не только в бумажной работе, но и иметь полное представление о земледелии. Именно поэтому в Ульяновске были организованы специальные двудневные курсы, чтобы подтянуть, закрепить, а может быть даже пополнить багаж знаний в этой сфере. Они зачастую заняты газом, дорогами, социальной инфраструктурой, а сейчас мы немножко им напоминаем о том, что у них есть сельское хозяйство, это самое сейчас перспективное отрасльное направление, и что нам нужно обратить на это внимание и сеять не по старинке пшеницы рожь, но и заниматься теми культурами, которые произрастать будут гораздо эффективнее в тех условиях, в которых находится муниципальное образование. Перед началом курсов чиновникам было дано задание подготовить проекты по развитию сельского хозяйства в своих районах. Для многих управленцев задание оказалось вовсе не сложным. Большинство из них имеют профильное образование, но тем не менее считают курсы очень полезными. По специальности ученый-агроном и вроде бы все знаю по этой тематике. Работал, начал от рядового агронома, руководил предприятием, руководил сельхозуправлением, вроде бы я в теме. Но когда начал готовиться к данному семинару по тем заданиям, которые наш аграрный университет приготовил, то оказалось очень интересно. Очень многие очевидные вещи просто как-то уходят на второй план и в течение работы за рутины не замечаешь элементарных вещей. По результатам курсов комиссия поймет, насколько главы могут самостоятельно ориентироваться в аграрной тематике и достаточно ли им краткосрочных семинаров. А какая-то часть мы, наверное, поймем о том, что им нужны более глубокие занятия. И тогда они, выполняя поручения губернатора, они должны будут пройти достаточно более серьезное обучение вот в этом научно-образовательном кластере. И мы поймем, кому из них нужно растеневоческое направление, кому из них нужно животноводческое направление, кому-то может быть и то, и то, и другое. На этой неделе в регионе будет рассмотрен законопроект о государственном регулировании «Обеспечение плодородия земель сельскохозяйственного назначения». Об этом сообщил губернатор Сергей Морозов, который тоже приехал на семинар. Заботы о плодородии почвы, к сожалению, ушли на второй план, но тема остается одной из главных в сельском хозяйстве. После распада Советского хозяйства перестали заниматься плодородием почвы. А раз так, то давайте мы честно здесь ответим, в рамках нашего большого семинарского занятия, есть ли у нас право на будущее. Есть ли у нас право на будущее, если мы постоянно лезем в карман наших детей и умов. Губернатор рассказал о важных вопросах в аграрном направлении и понадеялся, что лекции не пройдут даром. Он проверил знания муниципалов, а заодно и посетил несколько площадок научной и материально-технической базы Ульяновского аграрного университета. В молодежной академии аграрного образования, где проходили занятия у юных рестораторов, глава региона попробовал их маленькие кулинарные шедевры. Такие занятия для детей проводятся в академии два раза в неделю. Ученики пятых-седьмых классов с действующими сотрудниками различных кафе изучают азы ресторанного бизнеса. Кристина Жакот, Константин Никитин, Новость Ульяновской правды.